Приветствую вас! Вы знаете, есть у меня такое ощущение, что менять вы ничего не хотите. И менять вы ничего не планируете. То есть, да, какие-то вещи вам не нравятся, да, что-то вам, что-то вас не устраивает, это безусловно. Но нет у меня ощущения, что вы реально готовы менять вот что-то в твоей жизни. Вот нет у меня ощущения, что вы готовы что-то менять. Реально. Почему? Так. А вот. По какой причине у меня такое ощущение возникло? Возникло у меня такое ощущение по той простой причине, что вы, по сути, дел, не сформулировали свой запрос. То есть, вы не написали, чего вы хотите от нас. Вы не написали, что вам нужно от нас, от психологов. То есть, вы говорите, помочь вам. Помочь. Но помочь как? Помочь чем? Что мы можем сделать, сделать для вас. Если вы, даже, не сформулировали запрос. То есть, помочь, чтобы, чтобы что? Вы хотите. Ээээ, чего? Что вы готовы сделать для того, чтобы ситуация изменилась, например? Понимаете? Вот это всё вы не афишируйте. Афишируйте. И ввиду того, что конкретного вопроса нет. Ввиду того, что по факту вопроса не наблюдается. То вы, на мой взгляд, на мой взгляд, вы, ну, довольно такой, знаете, удобной позиции для себя находитесь. Потому что любой ответ наш, вы сможете интерпретировать как-то, значит, по-своему. Вот. Может быть, может быть, так, как удобно вам, так, как угодно вам. И, по итогу, вы услышите только то, что, что вот хотите услышать. Исходя из того, что вы написали, я могу сделать несложный вывод, что основная проблема заключается в самооценке вашей. То есть вы позволяете мужчине вести себя с вами определенным образом. Вы позволяете мужчине взаимодействовать с вами определенным образом. Вы позволяете ему проводить с вами такую политику, а, ну, вот, которая у вас сейчас есть. И он знает, скорее всего, знает, что вы от него никуда не денетесь. Если он знает, что вы от него никуда не денетесь, то и делать он, соответственно, ничего не будет, чтобы что-либо поменять. Поэтому первый момент, который я хочу сказать вам, это то, что до тех пор, пока вы не будете мотивировать своего мужчину на какие-то действия, до тех пор, пока вы не будете мотивировать его на какие-то поступки, вот, в ситуации, скорее всего, останется такой, такой, как она есть сейчас. Вот. Это первое. Первый аспект. Второй аспект. Вы пишете, я уже запуталась во всём. А в чём именно вы запутались? Вот если так подумать, в чём конкретно ваша путаница, как она, эта путаница, себя проявляет? Вот это нужно тоже разобрать. То есть, если вы говорите, что вы запутались в чём-то, что, наверное, наверное, а есть конфликт какой-то, и конфликт, на мой взгляд, нужно выявить и разрешить. Именно конфликт нужно выявить и разрешить его. Опять же, конфликт, конфликт, вы никакой не раскрываете. То есть, вы не высказываете, что есть противоречия. Например, я мужчину люблю. Да? Допустим. Ну, допустим. Я мужчину люблю. Хочу быть с ним. Например. Вот. Вот. Но он ко мне вот так относится. Что делать? Допустим. Это одно. Кхм-кхм. Или там, я хочу уйти от него. Допустим. Но боюсь. Это противоречие. Это, а, как бы конфликт. Вы его, а, не афишируете. И поэтому, тут тоже возникает сложность. Если вы просто запутались, как вы говорите, то нужно все-таки разобраться в чем именно. Потому что, вот это вот само по себе состояние запутанности поражает состояние безответственности. Состояние жертвенности, если угодно. То есть это, в буквальном смысле слова, состояние, когда меня, от меня ничего не зависит. Либо, якобы, ничего не зависит. Либо, на самом деле. Вот. Это, а, такой аспект. Дальше. Следующий момент. Следующий момент. Вы говорите, значит, до самого я со своим встречалась два года. Вот, а, со своим, это достаточно, а, достаточно, унизительно высказывали. И это поражает вопрос. Как вы относитесь к своему мужчине? Как вы относитесь к мужчинам вообще? Понимаете? Что? Может быть, вы их принижаете, или, может быть, вы относитесь к ним слишком возвышенно, слишком идеалистично. Почему вы называетесь своим? То есть, а, это стоит вопрос о том, какой тип отношения вы строите. Здоровый? Равноправный? Или нет? И, какого результата, вы ждете. То есть, чего вы ожидаете, от подобного союза, от подобного взаимодействия. Дальше, значит, следующий момент. Так, значит, встречались два года, был безумный секс, Внимание уделял. Как забеременела? То есть, эм... У вас есть беременность. То есть, ну, иметь место беременность. До замущества. Как вы к этому пришли? То есть, по какой, эээ... причине, вы забеременели, вне брак? Я полагаю, что это тоже вопрос о вашей ответственности. То есть, какое значение вы вкладывали в ребенка, в беременность? И чего ожидали от мужчины? Самое главное, эээ... чего хотели от него? Вот. Об этом тоже нужно подумать, потому что, эээ... мужчина может, эээ... как бы... с вами встречаться. И встречаться долго. Но это не значит, что он готов жениться. А, эээ... так получается, пока что, на данный момент, что он женился на вас только из-за вашей беременности. Он испугался и много чего неприятного наговорил. Бросил меня, но через две недели извинился и сошлись. Ну, вот здесь уже встает очень интересный вопрос о вашей самооценке, скажем так. То есть, как вы воспринимаете себя? Вот. И... что именно пообещал вам мужчина? Эээ... что именно он... эээ... значит... сказал вам? Когда... эээ... извинялся. Объяснил ли он как-то свою позицию? эээ... по поводу того, что наговорил вам много неприятного? Сказал ли он, эээ... что вынудило его эээ... так себя вести? И так далее. Потому что, если ничего такого не было, то... по сути, вся проблема, которая осталась... которая была, и которая вынудила мужчину так себя повести, она осталась. Она никуда не делась. Вот. И то, что вы говорите сошлись, это опять же... эээ... бег от ответственности. Потому что... не вы так пошли. А вы... приняли решение... вот... вы приняли... приняли решение его принять. Эээ... и это... ваш выбор. Понимаете? Это ваш выбор. Который чем-то... должен быть обусловлен. Дальше. На седьмом месяце мы поженились. Эээ... ну вот... тут тоже... довольно интересный момент... момент... эээ... чем... это было обусловлено. То есть, если вы... выходите замуж... эээ... значит... будучи... будучи беременны. Вот. То... нужно быть... стопроцентно уверены в том, что мужчина... вас действительно любит. И что он... эээ... женится на вас не из-за ребенка. У вас была такая уверенность? Вот. Также интересно, как обстояли дела... эээ... со вниманием... к вам. После того, как вы зашлись. Вот. Дальше. Идем. Эээ... так. Кот... год почти... эээ... сидел на шее. Опять нет. Эээ... не он... сидел на шее. А вы... позволили ему... сидеть у себя на шее. На шее. Это, на самом деле, совершенно разные вещи. То есть... Это, опять же, был ваш выбор. Если вы позволили ему сидеть на шее... у себя на шее, но при этом... эээ... были недовольны. Что это уже... Ображает ваш некий внутренний конфликт. Вот. Эээ... Внутриличностный конфликт. Что я чего-то не хочу, но я это терплю, потому что... Дальше. Эээ... так. Значит, и только... эээ... устроился через год на работу мечты. На работу мечты. Ну, в принципе, это... Не так уж и плохо. А... естественно, ругались. Здесь, опять же... Комментарий будет... такой. Что нет, неестественно. Потому что ссориться, это не совсем нормально. То есть... Если вы ссоритесь, значит, что-то не так. Значит, нет... Гармонии. Значит, нет... ээ... единения. Нет понимания. И... Это... Нужно... Анализировать. Необходимо анализировать. По какой причине вы... Эээ... Ругались. Из-за чего вы ругались? При... Принимали ли вы... Эээ... 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 Какие-то решения? Эээ... Эээ... ну вот... когда ругают приходили ли вы к чему то если вы не приходили если вы не приходили ни к чему то получается что самих стор у вас были ну тоже какие то элементы вторичной выгоды и это тоже нужно исследовать для чего ссорились тогда для чего ссорился тогда ваш мужчина с вами и нужно принять свою ответственность что это вы ссорились ведь если бы вы не вступали в ссору то ссоры бы не было не было а так так они были они были и вы несете за это персональную но но только на 50% ответственность ответственность дальше значит уходила даже от него видите вы ну то что вы от него уходили это хорошо с одной стороны конечно но другой момент на мой взгляд важный заключается в том чем это чем это обернулось что то вы уходили от него ну то есть вот вы ушли от него и что дальше ибо если вы ушли от него он ничего не исправил да ничего не поменял ничего не изменил в своем поведении и все осталось так же то получается что вы взяли и обесценили свои свои действия то есть вы показали мужчине что вы можете уйти но вы вернетесь и в итоге ничего не произойдет страшно вот а ему каких-либо коренных изменений качественных качественных изменений делать не нужно для того чтобы ну чтобы вы были с ним то есть вы мужчине дали понять что готовы значит терпеть какой-то вот ну скажем так негатив негатив от него вот поэтому то из-за чего вы уходили тоже нуждается в исследовании обязательно обязательно дальше значит так уехали в другой город тут нет никого кроме сестры у меня опять же что значит уехали в другой город не вы уехали в другой город это неправильно точнее даже не то чтобы неправильно это деструктивно структивно такая позиция не вы оба уехали в другой город а именно вы решили уехать понимаете именно вы решили уехать для чего почему а с какой целью это уже вопрос а может быть вы чего-то ждали от этого ну вот от переезда может быть вы действительно хотели чего-то от переезда понимаете но если так если вы действительно чего-то ждали и чего-то хотели от переезда то для этого нужно было делать что-то вам понимаете вам не ему а вам а у меня есть такое ощущение что вы просто взяли взяли и на на мужчину свалили ответственно за свою жизнь ну может быть не свалили но перенесли то есть как бы сказали ему что как бы сказали ему что ну вот ты решай теперь что мы будем делать это потому что вы выбрали для себя место проживания такое да вы выбрали для себя место проживания такое которое вам ну явно не подходит но не подходит же не подходит вы его выбрали и вот у меня опять же вопрос почему вы его выбрали эээ может быть хотели чего-то там я не знаю эээ ожидали чего-то этого переезда опять же опять же понимаете какая история но пока пока что получается только то что вы чего-то хотите а сами не делаете эээ ничего для того чтобы вот то что вы хотите эээм как как-то было реализовано понимаете и потом когда этого не происходит вы испытываете очень сильный негатив и вот причины эээ этого либо либо значит значит сомнения эээ в себе то то есть ну невера невера эээ собственные силы невера в то что вы сможете сами ээээ ну вот сделать то что то что нужно либо ээээ какие-то страхи вот так или иначе ээээ это нужно выяснять потому что ну потому что ээээ это влияет на вашу жизнь очень негативно ээээ ээээ уже соответственно далее решать что можно будет с этим сделать после того после того после того как вы собственно выскажите эээээ свой опять-таки запрос потому что ну пока что у вас эээээ вот с забросом беда дальше ээээ он ведь на работе я думаю одна внимания почти не уделяю но это по сути классическая история когда женщина ээээ полностью ээээээ вверяет ээээ вверяет себя эээээ мужчине вот и значит значит она как бы ждёт она как бы ждёт что ээээ мужчина будет эээээээ её как то обеспечивает да будет дарить ей там подарки подарки цветы и так далее и так далее просто так он то может и дарил бы ей просто так понимаете он может быть и дарил бы вам просто так если бы если бы ни одно но Но вы себя по факту никак не проявляете. То есть вы никак не показываете мужчине, что он, например, может вас потерять. Он, например, может, грубо говоря, лишиться вас, да, и так далее. Он этого не видит, а без мотивации, без мотивации, мужчины делать ничего не будут. Такие мужчины. Понимаете, какая история. И поэтому, поэтому, вот это вот то, что вам следует, ну, как минимум, взять на вооружение. Исходя вот из того, что вы пишете. Да? Дальше. Идём. Так, внимание почти не уделяет, разостаёт секс в таларетке. Ну а вы, вы, вы что-то делаете для этого? Вы как-то забудьте себя себе? Вы как-то вот, уделяете внимание сами себе? Или, или, или как? То есть, что вы-то делаете? Вы, что делаете во всей этой ситуации? Понимаете? Тая сторона. Вот. То, что он, это понятно. Понятно. А вы? Что делаете вы? И делаете ли что-то? Вот, а вопрос на самом деле звучит так. Почему мужчина должен что-то для вас делать? Сейчас. Почему должен уделять, грубо говоря, внимание, да? И так далее. Если он работает, если он устаёт, то он вас по сути делал, эээ, по сути делал, эээ, содержит. Да, я понимаю, что это, эээ, может быть, эээ, звучит довольно грубо. Эээ, цинично и банально, эээ, и банально. Но это для вас, я надеюсь, для вас, это повод для того, чтобы вы их посмотрели на себя, чтобы вы вспомнили кто вы, кто вы, какая вы, чтобы вы вспомнили о самой себе. Понимаете? Вот. Вот мне кажется, мне кажется, что это очень важно, очень важно в этой, именно вот в этой ситуации. Очень, очень важно вспомнить вам о себе. Дальше. Эээ, так. Мысли у меня появились, что кого-то завёл. Ну, опять же, да, вот как, эээ, значит, в ситуации с, эээ, мужчиной. Когда я говорил, что вы относитесь к нему как-то вот так, достаточно, ну, с пренебрежением, что ли, как мне показалось. Здесь, по сути, та же странная история. Эээ, что значит, кого-то завёл? Знаете, эээ, женщина, если она у него есть, это не кто-то. И это не домашний питомец, да, это вообще не питомец. Это человек. Человека нельзя завести, завести. Потому что человек, по факту, по факту, человек, эээ, делает выбор свой, быть мужчиной или нет. И если у вашего мужа есть женщина, то это значит, что с вами ему чего-то не хватает. Это значит, что с вами он чего-то не получает. И это значит, что вам, в свою очередь, нужно срочно, именно срочно, что-то менять в своей жизни. Эээ, ну, в отношении к себе, в отношении к мужчине. Но вам, эээ, я так подозреваю, эээ, легче думать, что он себе кого-то, кого-то завёл. И что это кто-то, да, это кто-то. Страна, вот знаете, ну, какая-то, эээ, такая вот, ну, не серьёзная, да, а какая-то вот такая, ээээ, негативная, да, то есть какая-то вот ничего не значащая. Вот так. Так вам легче думать, возможно. Но если вам легче думать, это не значит, что это так, на самом деле. И отсюда мы делаем вывод. Вывод о том, что людей вы воспринимаете, скорее всего, негативно. То есть у вас позиция. Я негатив, другие негатив тоже. Я не знаю, вот, эээ, как вы относитесь к окружающему миру, да, это, я полагаю, эээ, нужно, ну, ну, выясняться. Вот. Но, но, я думаю, что и здесь у вас, эээ, тоже, наверное, есть, есть какой-то негатив. Хотя тут я не уверен. Вот. И если у вас негатив, эээ, по сути дела тут и там, то вот и причина, по которой мужчина не хочет, а для вас ничего делать. Вы негативны. И он чувствует этот негатив, скорее всего. А вы поймите правильно, что я вас не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы, эээ, ситуацию, эээ, воспринимали так, как она есть. Эээ, без иллюзий. Вот. Потому что, на мой взгляд, ваши иллюзии, они, эээ, довели вас уже, то, что вы оказались в другом городе с мужчиной, который, эээ, вам не уделяют внимания. Вот. Вот. Что, безусловно, неприятно. Что, на самом деле, эээ, любому было бы, любому было бы неприятно. Не только вам. Но вопрос. Вопрос. С этим в другом. Вопрос. Что мы будем с этим делать дальше? Вопрос. Что мы будем с этим делать дальше? Дальше. Эээ, так. Дальше. Значит, у вас есть мысли, что он, эээ, кого-то завёл. Хорошо. А, если, 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 эээ, предположим, что мужчина кого-то завёл. Действительно. Да? Вот. Что для вас это будет значить? Что для вас это будет означать? Какие мысли вы будете испытывать? Что вы будете, например, о себе думать? Ну, о себе самой думать. Как вы будете о себе думать? Вот это, то, что нужно рассмотреть. То есть, вы-то говорите о чём? Что, эээ, я боюсь, значит, эээ, смотрите его телефон, вдруг там кто-то есть. Вдруг у него, у него кто-то есть. Допустим. Допустим, у него кто-то есть. Что дальше? Вот что вы будете делать, если у него кто-то есть. Понимаете? Какая история. Вот это нужно выяснить. Потому что до тех пор, эээ, до тех пор, пока вы боитесь, до этих пор вы не свободны. Понимаете? Вот. Вы не свободны. А не свобода, это то, что делает вас, эээ, жертвой. То есть, той, кто не может, той, кто не способен, эээ, значит, контролировать свою собственную жизнь. Поэтому, эээ, момент здесь, как я уже сказал, важный именно вы. Если думаете, что у мужчины может быть кто-то, то, соответственно, эээ, подумайте. Что бы вы могли сделать, для того, чтобы, значит, у него, его не, у него ее не было. Вот. Что вы можете для этого сделать? Что вы можете предпринять? Какие шаги? Прямо, прямо вот, сегодня. Прямо сейчас. Что вы можете предпринять? Какие шаги? Потому что, от этого зависит, то, что вы будете делать дальше. То есть, либо вы будете вести себя конструктивно, и у мужчины пропадет всякое желание иметь другую женщину. Или он так и дальше будет от вас отдаляться. Эээ, дочку любит, но через силу бывает с ней сидит, раз опять, опять же устает. И как вы к этому относитесь? Конечно, получается, истерика устраивая на днях в матерной форме. Сказал, что я это застал. Вот, конечно, получается, устраивая истерика. Почему? Эээ, что значит, конечно? Екатерина. То есть, вы считаете, что это нормально? Что? Что вы устраиваете истерики? Как вы сами относитесь к тому, что вы устраиваете истерики? Вы, эээ, хотите перестать их устраивать? Своему мужчину. Например. Если да, то прекрасно. Если да, то замечательно. Вопрос такой. Что вы готовы для этого сделать? Понимаете? Я полагаю, что первый шаг, эээ, к этому, это именно, перестать, эээ, говорить, что, конечно, я устраиваю истерики. Потому что, эээ, так, так, выходит, что вы себя, как будто бы, оправдываете, оправдываете свои истерики. Вот. А это неприемлемо. То есть, если, если есть истерики, то из-за чего? Оно. Так, эээ, надеюсь, сказал, что достало его с ревностью. Ну, так вот, если вы ревнуете, то, в общем-то, да, это очень давит. Ээ, цветы не хочет дарить типа отмазки, что с его деятельностью нельзя, но это полный бред. Ну, здесь есть обесценивание, обесценивание и плюс знаки внимания можно проявлять, эээ, по-другому. Эээ, скрывает, бывает, зарплату, то есть не доверяет вам. Я не транзир, а здесь вы, как бы, оправдываетесь. А в телефоны вы, боюсь, лезть, мне кажется, измену не переживут. А то, что сейчас происходит, это лучше. И чем для вас так страшная измена? Поговорить со мной нормально не хочет. А вы, вы нормально разговариваете с ним? Вы даёте ему то, что он хочет? Или не слушает? А какой у него мотив? Мотив, какой он вас слушает? После работы лежит телефон в детях, а если он захочет интим, тогда у нас и происходит. Но я ничего не чувствую с таким отношением ко мне. Ну, а вы же, вы же соглашаетесь с интим? Эээ, чувствую себя, как будто меня наняли, когда мы работаем. Правильно, но только не вас наняли, а вы нанялись. Эээ, так, или мне стоит чем-то заняться, отлично. Ну, и здесь вы тоже говорите, ребенка не с кем оставить, она никуда от меня. Вот, это уже игра в дано, получается. Если говорить об отвлечении, да, то вполне можно. Если вам муж ни в чем не отказывает, то пусть, пусть он наймет, например, нянечку, сиделку. Ну, может быть, ам, кого-то еще, пусть наймет. Чтоб у вас было время. А то, получается, что вы, вот, просто, не хотите просто что-то делать для того, чтобы ситуация как-то, вот, знаете, изменилась. Вот. Вот. И это, конечно, весьма-весьма тревожный факт, тревожный фактор для вас. Вот. Ну, надеюсь, что, надеюсь, что вы это понимаете хорошо. Потому что это, ну, это действительно важно. Это действительно важно. Это правда и, эээ, действительно важно. Вот. Эээ, значит, дальше идем. Дальше идем. Так. Эээ, так. Эээ, отличие. Понимаете, отвлечение проблемы не решит. Ну, то есть, да, вам, конечно, нужно бы заняться чем-то. Эээ, это да, конечно, безусловно, безусловно, было бы здорово, если бы вы занялись чем-то, да, вот, ну, чем-то для себя чисто. Вот. Это было бы здорово. Эээ, но проблемы, эээ, вот, полностью, полностью, полностью проблемы это не решит, не решит. Потому что, эээ, проблема остается в, эээ, значит, ну, у вас, в вашем, эээ, восприятии себя, скажем так, и либо вы это признаете и работаете над собой, либо вы этого не признаете и ситуация по факту остается. Такой вот, как она есть. Эээ, ну, вот, на данный момент, скажем так. Вот и всё. То есть, отвлечение, эээ, от проблемы не решает сама проблему. И точно не делает ваши отношения, эээ, лучшими. То есть, возможно, возможно, эээ, в рамках работы над собой, да, вот, в рамках работы над собой, да. А, возможно, это, эээ, хорошая и хорошая, хорошая идея. То есть, хорошая идея, чтобы вы, вот, эээ, в рамках акцентрации внимания на себя, акцентирования внимания на себя, простите, а остались что-то делать. Это замечательно. Но спер, сперва все личные конфликты, сперва все, ээээ, проблемы, которые у вас есть, вот, сперва, эээ, их всех, ну, их все нужно решить. И, эээ, только потом уже думать о том, чтобы отвлекаться. Вот. А пока это больше смахивает просто на то, что вы хотите сбежать. Вот. Опять же, можете сбежать, если хотите. Никаких, эээ, проблем нет с этим, на самом деле. Просто вопрос-то в том, что дальше будет. Вот. Понимаете? Поэтому, эээ, я думаю, что вот так, эээ, можно вам ответить на ваш, эээ, вопрос, который вы задаете. Эээ, получилось достаточно много, но надеюсь, что это было, было полезно. И надеюсь, что вы после ответа, эээ, моего, ээээ, значит, какие-то выводы для себя, конструктивные, эээ, сделаете, и будете, эээ, все-таки уже, по-другому, эээ, выстраивать отношения, как с мужчиной, так и с тобой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.